Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы приветствуем вас на продолжении нашего форума. Итак, у нас с вами сегодня в плане еще две сессии, шестая и седьмая, и сейчас у нас сессия шесть, трансграничное пространство доверия электронной подписи. Здесь собрались благодарные слушатели, глубоко погруженные в эту тему, нам очень приятно, ну, может быть, для кого-то что-то прозвучит по-новому, может быть, даже для всех что-то прозвучит по-новому, по крайней мере, мы старались. А мы — это Алла Александровна Крыжановская, кандидат юридических наук, эксперт Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств и Регионального Содружества в области связи и арбитр арбитражного суда. Благодарю, Сергей Анатольевич, за представление. И Сергей Анатольевич Кирюшкин. И тем не менее, он руководитель одного из аккредитованных удостоверяющих центров, он советник генерального директора газонформсервиса, ну и наш покорный слуга. Да, да, спасибо, спасибо. Спасибо. Друзья, мы очень системно подошли к подготовке всей программы, вы, наверное, заметили. Это вообще стараемся делать, как всегда. И к шестой сессии мы тоже подошли системно. Но тут надо еще сказать, что мы с Аллой Александровной оба члены программного комитета. Поэтому и программный комитет тоже системно к этому подошел. И мы постарались в тех докладах, которые мы сейчас услышим и обсудим, раскрыть самые острые проблемы, которые не дают на сегодня запустить промышленную эксплуатацию системы, которые основываются на взаимном признании электронной подписи, оценить перспективы этого рынка, ну и, может быть, сделать какие-то предложения в итоговую декларацию, для того, чтобы по итогам нашего экспертного обсуждения в рамках этого документа, который будет рассылаться много куда, туда, куда надо, как-то повлиять на принимаемые решения. И все-таки я бы обратилась к теме нашей сегодняшней сессии. А звучит она следующим образом. Транскраничное пространство доверия электронной подписи. Наш диалог с Сергеем Анатольевичем, он по классике диалог всегда физика и лирика. И периодически наши диалоги заканчиваются криками о том, что он максимум тянет на третий курс юрфака после 10 или 15 лет плотного общения со мной. А он мне кричит, что я ничего не понимаю в криптографии. А потом мы опять садимся за один стол и обсуждаем тот или иной IT-проект. Но то, что мы обсуждаем сегодня, это наш любимый IT-проект, наша любимая электронная подпись, которая должна вызывать такое доверие, чтобы полностью изменить тот мир делового общения, который складывался столетиями, если не сказать тысячелетиями. Все присутствующие здесь, подавляющее большинство, так или иначе к этой проблеме имеют отношение и знакомы с теми трудностями с применением электронной подписи, внутренним, а тем более трансграничным, которая имеет место быть. И наши сегодняшние выступления будут отражать различные аспекты этой проблематики. И я бы, будучи юристом, все-таки развернула какой-то взгляд, дискуссию, систему, а вот в юридическое русло. Потому что технически все готово, на мой взгляд. Хотя я ничего не понимаю в криптографии с точки зрения Сергея Анатольевича. Так как по основному виду деятельности я являюсь юристом, сопровождающим большие бизнес-проекты, связанные с большими деньгами, большими рисками, в том числе и страновыми, я на вопрос, стоит ли применить электронные взаимодействия, наверное, сегодня отвечу нет. Почему? Потому что когда мы берем бумажный документ с электронной подписью и со всеми классическими древними институтами ее поддержки, мы понимаем, что будет, если что-то пойдет не так. Что такое электронная подпись? Если мы начинаем ее оспаривать, к нашим услугам почерковической экспертизы Института Сербского, к нашим услугам нотариат, к нашим услугам суд, к нашим услугам международные взаимодействия, которые обеспечены ГАГской конвенцией, использованием Института легализации и упрощенной процедурой апостиля. Все понятно, все прописано, все отработано. Подо все есть судебная практика, подо все есть сложившаяся практика делового общения. Теперь мы имеем дело с новой сущностью. Новая сущность – это электронная подпись. Как нам говорит закон об электронной подписи, это что? Это аналог собственноручной подписи. Аналог – это не собственноручная подпись, цифрованная каким-то образом. Это другое совершенно явление. Явление – это программа, она создается другими средствами, а не рукой человека и живет совсем по другим законам. Есть ли для этой программы легализация? Есть ли для этой программы судебная поддержка? Есть ли для этой программы международная возможность ее использования? Если мы сядем обсуждать этот вопрос по существу, мы поймем, что классические институты, разработанные для собственноручной подписи, они не работают. И тогда возникает вопрос, а надо ли это? Все сложилось, все хорошо и все нормально. И вот сейчас у нас будут доклады. Первый из них будет экономический. Этот доклад нам расскажет, а зачем это нужно? Почему мы придумали этот аналог собственноручной подписи и заводим его в деловой оборот? Следующие доклады будут посвящены международным договорам в этой сфере. И они будут отвечать на вопрос, а как с этим аналогом можно работать, подкрепив его юридическими институтами. Ну и последний доклад расскажет о той минимальной практике, которая на сегодня в связи с использованием электронной подписи существует и поделится коллеги каким-то опытом, который они уже наработали. Ну и завершая свою вступительную речь, будешь я так лихо перетянула одеяло на себя, я бы еще сказала, в силу всех событий, которые происходят сейчас в мире, что мы, работая над международным соглашением в рамках ООН 6 или 7 лет назад, в общем-то все эти события уже ощущали собственной кожей. И в мире, я немножко предваряю тот доклад, который будет связан с международными соглашениями, существует два подхода к использованию криптографии глобальному. Первый подход, который продвигается американскими специалистами, это единая криптография, которая упростит международное взаимодействие, которая должна быть заложена в инструментарии электронной подписи. И второй подход, который продвигали мы, это сохранение цифрового суверенитета страны. То есть это связано с тем, что каждая страна использует свою криптографию так, как считает нужным, создает свою электронную подпись так, как считает нужным. И только при выходе на международный рынок устанавливаются некие правовые и технические нюансы этого взаимодействия. И следующий после международных соглашений доклад, он будет как раз посвящен этому принципу эквивалентный уровень надежности, базовый технологический принцип, который заложен в международное использование электронной подписи. Вот такой дайджест, такая матрица сегодняшнего нашей сессии, вот как международное соглашение, вернее экономика для чего, международное соглашение как, эквивалентный уровень надежности, это условия международного использования электронной подписи, ну и потом немного опыта от Газинформсервис. Я с удовольствием передаю микрофон первому нашему выступающему оратору. Это Анна Александровна Рыбалка. Она нам расскажет о преимуществе безбумажной торговли, то есть использование документации в электронном виде, подписанной электронной подписи. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Так, секундочку. Я рада возможности рассказать о данной теме и рада приглашению на данный форум. Тема моего доклада возникла из общения с Сергеем Анатольевичем Кирюшкиным в апреле этого года. И наш с ним разговор вытек в исследование, которое продолжалось на протяжении трех месяцев. И я сразу же хочу вам сказать о том, что, скорее всего, в рамках 20-минутного доклада мне не удастся изложить всю проблематику и все стат материалы, которые сейчас существуют. Но я надеюсь, что в ближайшее время будет публикация, и вы сможете ознакомиться с более подробным информационным материалом, собранным на данную тему. И тем более, что в кулуарах мы обсуждали тему моего доклада, и я понимаю, что для многих операторов ЭДО эта тема является значимой для того, чтобы объяснить, почему именно это необходимо бизнесу. И взаимодействие B2B с этими аргументами, я считаю, будет проще. Спасибо. Для начала я хотела бы определиться по понятиям. И термин «безбумажная торговля» используется в белой книге «Безбумажные торговли» «Цефакт ООН». И данное определение достаточно просто описывает этот процесс. Принципы функционирования безбумажной торговли прежде всего направлены на четкое и однозначное понимание тех или иных сообщений. И в аспекте трансграничного взаимодействия, безусловно, очень важно понимать, что сейчас, вот так как Сберкорус является участником трех пилотов по трансграничным операциям, это и Республика Беларусь, коллеги здесь присутствуют в зале, очень рада знакомству личному, и Республика Армения, у нас могут различаться нормативно-правовые акты. Как сказала Алла, это один из основополагающих аспектов препятствия для перевода трансграна в пром. Но, тем не менее, несмотря на то, что существуют сложности, безусловно, усилия государств, предприятий направлены на то, чтобы мы могли получить те бенефиты, которые я постаралась систематизировать на нескольких слайдах. И прежде всего, это оптимизация потока информации в глобальной цепочке поставок. То есть безбумажная трансграничная торговля – это драйвер логистической отрасли. И экономия средств на координации взаимодействия весьма и весьма велика. И можно сказать, что эта история не только про экономию средств, это еще защита, прошу прощения, это еще выход на международные рынки для малого и среднего бизнеса и способствование появлению новых технологий, которые позволяют более полно рассчитывать калькуляцию полной себестоимости той или иной операции и иметь уже заранее те суммы, на которые выходит бизнес в своем взаимодействии по трансграничному ЭДО. И это уменьшение зарплат на обработку дополнительной документации. Также я думаю, что после февральских событий, я думаю, что для многих стало существенным отсутствие необходимости печати и возможности перехода на безбумажную торговлю в связи со стоимостью бумаги. Здесь слайд просто список выгод от этого перехода. Но помимо бизнеса, я считаю, что выгоды получает и государство. Я могу сказать, что у нас коллеги из ФНС активно участвуют в трансграничных пилотах и видят свой интерес в данной работе. И этот вопрос, он связан с тем, что, конечно, тем государственным органам хотелось бы увеличить прозрачность и облегчить отслеживание тех или иных сделок. И это также является работой на предотвращение контрафактной продукции, сговора поставщиков и облегчение понимания каких-то даже плановых показателей в своих расчетах. Также немаловажный фактор, который сейчас для нас является интересом в пилоте по электронной транспортной накладной ЕСМР. Это возможность влиять на договоренности межстрановые в торговых операциях. Мы в этом пилоте разрабатываем формат на основании формата CIFACTO.ОН, который дополнен будет электронной подписью и участием доверенно третьих сторон как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Республики Беларусь. И данный формат мы хотели бы предоставить коллегам из CIFACTO.ОН для утверждения и последующего использования по избежанию локальности. Ну и, конечно же, идея использования единого окна, она также является притягательной с учетом того, что этот механизм уже в ряде стран запускается и имеет, скажем так, идею о реализации. Для того, чтобы продемонстрировать, скажем так, комплексный эффект от безбумажной торговли, я привожу слайд из презентации Алексея Бондаренко, эксперта ООН, который свидетельствует о том, что безбумажная торговля увеличивает ключевую область эффективности для всех участников рынка, для всех игроков. И следующий слайд – это доказательство того, что коллеги НС, заинтересованные в привлечении бизнеса к переходу на безбумажную торговлю, также предоставляют сервис на сайте, который позволяет выбрать сценарий и при заведении показателей, которые, скажем так, достаточно просты для предприятий, которые задумываются для перехода на безбумажную торговлю, получить, во-первых, графики, табличную форму о представлении будущих данных, которые свидетельствуют об экономическом эффекте и введении электронного документа оборота. Итак, что мы имеем в качестве эффектов? Бизнес имеет дополнительное увеличение спроса, потребители получают более широкий доступ к ассортименту, государство получает рост налоговых поступлений. Также я считаю, что крупные международные корпорации, которые переходят к локализации закупок, допуская на свои площадки местных производителей, минимизируют турбулентность, которая возникла с февраля этого года. И локализация в текущем периоде – это способ ее избежать и увеличить инвестиции в бизнес. Структурно это представлено в НИУ-ВШИ, в исследовании специальном, где можно увидеть, что, прежде всего, это объем увеличения спроса на услуги российских компаний, также увеличение потребления товаров и услуг, рост ВВП и рост доходов бюджетов, и, соответственно, увеличение налогов и сбора. Переходя к международным исследованиям, хотелось бы вам представить результаты исследования Евразийского банка развития, где мы можем увидеть, что существенные снижения возможны благодаря усилиям по переходу на электронное трансграничное взаимодействие. Исследование, которое было начато в марке 2018 года по пилотному проекту по ИСМР в странах Бенилюкс говорит нам о том, что бумажный формат ИСМР стоимость его может быть снижена с 6,23 евро до 1,69 евро. Это существенная экономика, я думаю, очевидна для участников рынка. В конце августа 2022 года мы представили промежуточные результаты пилота по ИСМР коллегам из ЕЭК, и в качестве преимуществ внедрения электронной транспортной накладной, конечно же, хотелось бы отметить содействие цифровизации международных автомобильных перевозок как итог перевода данного пилота в пром. Я надеюсь, что он не за горами. Также это в целом улучшает управляемость товарно-транспортных накладных, ускоряет оборачиваемость денежных средств, снижает расходы на печать. Это как бы для любой операции, которая переводится из бумаги в электрон. Ну и в целом я считаю, что наше взаимодействие международное, которое связано со странами ИС, оно развивается, и данный пилот тому прямой освидетель. Помимо выгод, международные исследования и исследования в Российской Федерации свидетельствуют о существенном снижении издержек при переходе с бумаги на электрон. Так, эската ООН говорит нам о том, что можно сократить время до 44%, финансовые издержки до 31%, и это приведет приблизительно к миллиарду экономии ежегодно. Также коллеги из ПТС России говорят о снижении времени таможенных процедур с 5 часов 2 минут до 1 часа 44 минут. Согласитесь, что этот результат сам по себе впечатляет. Оценка экспертов Евразийского банка развития рост валового внутреннего продукта ЕС только за счет цифровизации может достигнуть 10%. Подводя итог своего докладу, я хотела бы сказать со всей определенностью, что переход на безбумажную торговлю неизбежен. Я надеюсь, что здесь присутствующие участники пилотов меня поддержат в этом выводе. И на самом деле экономические показатели, которые сулят нам эти действия, они сами по себе говорящие и имеют эффект не только конкретно участникам взаимодействия, но и в смежных областях. Особо хотелось бы подчеркнуть, что основная роль в безбумажной торговле принадлежит бизнесу, а не государству. И в нашей работе по транскраничным пилотам мы со своей стороны предлагаем государственным органам решение, которое они впоследствии рассматривают и принимают. Но хотелось бы, чтобы государство больше способствовало данному направлению, потому что очевидны бенефиты для всех участников этого процесса. И, конечно же, подводя итог, хотелось бы упомянуть, что признание электронной подписи международной это важный, к сожалению, на текущий момент тормозящий фактор наших пилотов. Я очень надеюсь, что нашими совместными усилиями он в ближайшее время будет преодолен. Спасибо, коллеги. Готовы ответить на вопросы. Спасибо. У меня небольшая еще ремарка, потому что, насколько я помню, когда готовилось искатовское соглашение по безбумажной торговле, там озвучивались цифры, что введение безбумажных процедур для перевозки товаров между 56 странами приводит к экономии то ли 217, то ли 270 миллиардов долларов в год. Это были данные 2015 года. То есть, в таких цифрах речь идет. Так ведь, Саша, было где-то? 218. 218, наверное, да. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы из зала? Для нас очень важно, чтобы вы активно включались. Коллеги, вопрос. А как ты все-таки решила? В рамках пилота решалась проблема различных электронных подписей, то есть, вот этого трансграничного доверия к электронным подписям? Да, она не только решалась, она сейчас в процессе решения. Здесь как раз присутствуют участники данного пилота, как со стороны РФ, это Сергей Анатольевич Кирюшкин, так и со стороны РБ, Дмитрий Владимирович Маскалев. Я думаю, что если вы про технический вопрос, то это скорее к ним, а как бы я как РП готова ответить. Просто презентацию не услышал, то есть это доверие строилось на базе ДТСов российского и русского. А как еще, Савва? Как ты еще предлагаешь? У Саввы есть предложение. Тема моего доклада была не про трансграничные пилоты, поэтому я не стала приводить схемы взаимного обмена. Но я думаю, что коллеги в дальнейшем расскажут, потому что у нас есть участие с техническими процедами. Савва Юрьевич, обратите внимание, Анна Александровна, экономиста, кандидат экономических наук. У нее доклад про экономику трансграна. Давайте вопрос ей про это. Как решалась проблема различных форматов документов и какие именно документы ходили? Савва Юрьевич, Анна Александровна, извините, если вы хотите ответить. Сергей Анатольевич, я, конечно же, предоставляю ответ. Спасибо. В двух словах. Значит, принцип цифрового суверенитета, о котором Алла Александровна сказала в обводном слове, соблюдается не только в части касающейся электронной подписи, но и форматов документов. Но об этом мы поговорим отдельно. Значит, единый формат не вырабатывался пока, за исключением проекта электронной транспортной накладной, о котором Анна Александровна достаточно подробно упоминала, в части экономики, опять же. И она подчеркнула, что в рамках этого проекта есть суперидея сделать международный формат, который в качестве стандарта потом принять на уровне Организации Объединенных Наций. Так, Канне Александровне, есть ли еще вопросы, коллеги? Если нет вопросов, тоже один совсем уже маленький комментарий. Во-первых, давайте поблагодарим Анну Александровну. А во-вторых, я хочу сказать, пробрасывая мостик к следующему выступлению уже, что Анна Александровна, ну вот как экономист, она это исследование проводила, а как представитель, ну вчера мы называли, как это называется, как представитель бизнеса крупного, она заинтересована в том, чтобы вот эти барьеры, которые она упоминала, скорее были преодолены и бизнес смог зарабатывать. Один из барьеров – это отсутствие на сегодня правовой основы для организации взаимного признания электронной подписи. Вот как это решается в мире, нам расскажет Александр Владиславович Плахов. Я с большим удовольствием его приглашаю на сцену. Это его дебют на ПКИ-форуме, но не дебют его в качестве крутого спикера. Он директор правового блока ВБРФ и непосредственный участник большой, огромной работы в ряде международных организаций по разработке правовых основ взаимного признания электронной подписи. Александр Владиславович, вам слово. Большое. Флор is yours. Спасибо, спасибо. Я надеюсь, что меня слышно, и я освою эту штуку, как мне надо нажимать. Я бы к тому спору, который есть между техническими специалистами и юристами, добавил бы еще дипломатов, потому что по своему опыту разработки международных договоров, когда с тобой сидит рядом представитель Самуа и храпит при разработке конвенции, это, конечно, довольно тяжело, поэтому наша миссия нести это всем, чтобы всем было понятно, чтобы было понятно юристам, чтобы было понятно технарям. У юристов, конечно, своя система, но мы готовы, мы готовы выслушивать, мы готовы принимать, объясняйте нам, мы будем с радостью это принимать. Да, юридическая планета немножко живет по-другому, потому что с юридической точки зрения электронная подпись, она имеет территориальное действие в том государстве, в котором выдан соответствующий сертификат, и данное обстоятельство порождает вопрос о возможности трансграничного признания электронной подписи. Для того, чтобы действия, совершаемые на территории одного государства, признавались на территории другого страны, заключают между собой соответствующие международные договоры. И нам об этом говорит статья 7 нашего федерального закона 63, пункте 3, речь как раз идет о том, что признание электронных подписей осуществляется на основании международного договора. Но само понятие международного договора я, наверное, подробно останавливаться не буду, потому что это предусмотрено в Венской конвенции 69-го года в статье 2-й, и все вопросы по заключению международного договора это, соответственно, Венская конвенция управления международных договоров. На сегодняшний день, к сожалению, международное право не изобилует количество международных договоров о взаимном признании электронных подписей. Можно выделить несколько основных договоров. Первое это конвенция ООН 2005-го года. В данной конвенции излагаются критерии для установления функциональной эквивалентности между электронными документами и бумажными документами. Конвенция не регулирует вопрос трансклиничного признания электронных подписей, но она закладывает фундамент для дальнейшего развития международного права. На сегодняшний день конвенции присоединились 16 государств, в ней не участвуют Соединенные Штаты, Канада, Австралия, все страны ЕС, почти все страны Латинской Америки, но на нее имеется ссылка в других международных договорах. Следующее это рамочное соглашение, у меня куда-то пропал, регламент Европейского Союза, но можно отметить также и регламент 2014-го года, хотя он не является международным договором, это просто акт прямого действия, вытекающий из договора ОЕС, но статьи 14-27 регламента, они устанавливают порядок использования и признания электронной подписи и сервисов, доверенной третьей стороны. Можно утверждать, что в ЕС сформировался механизм трансграничного признания электронной подписи, но он реализован только между странами ЕС. в самом регламенте сказано, что если может признаваться подпись из третьей страны, то должны заключаться ЕС соответствующие международные договоры. По моим данным таких договоров нет. Рамочное соглашение 2016-го года, одно из, на мой взгляд, успешных соглашений, оно вступило в силу в 2021-м году, на сегодняшний день в нем участвуют 8 государств, и, на мой взгляд, заслуга данного соглашения в том, что оно заложило основные принципы использования электронных средств связи, это принцип недискриминации, технологической нейтральности, функциональной эквивалентности и, самое главное, совершенствование трансграничного пространства доверия. Именно в этом соглашении усилиями российской делегации была заложена концепция доверенной третьей стороны и цифрового суверенитета. Соглашение между Чили и Аргентиной 2017 года в данном соглашении предусмотрено, что электронные подписи признаются на территории другого государства, если сертификат, включая ее проверки, выдан сертифицированным органам, получившим соответствующую лицензию. Можно говорить, что между Аргентиной и Чили признаются электронные подписи, выпущенные в этих странах, но не подписи в третьих странах. Соглашение не содержит никаких положений о доверенной третьей стороне. Аналогичное положение содержится в соглашении Меркосур на сегодняшний день. Оно вступило в силу. Оно артифицировано Аргентиной и Уругваем. Ожидается присоединение Бразилии и Парагвая. Можно тогда будет говорить о создании некого регионального механизма по признанию электронной подписи. Но на мой взгляд по-моему у стран Латинской Америки своих каких-то криптографических стандартов нет. Они не сильно знамениты. Поэтому скорее всего там все по американским стандартам сделали. Соглашение между Австралией и Сингапуром это довольно свежее соглашение 2020 года. Статья 8 предусматривает, что каждый из сторон принимает соответствующие меры, чтобы внести изменения своего национального законодательства с тем, чтобы электронные сделки соответствовали конвенции 2005 года. Но при этом ни Австралия, ни Сингапур не присоединились к этой конвенции. И типовому закону Юнцентрал 1996 года при этом на типовой закон 2001 года почему-то ссылки нет. Не знаю, чем обусловлено это было в данном договоре. Такое же положение содержится в договоре между Сингапуром, Чили и Новой Зеландией. Это тоже договор 2020 года, статья 2.3. Но из норм мягкого права, так называемого софтло, да, может быть он куда-то уехал, да, ну, окей, хорошо. Да, из норм рекомендательного характера можно отметить типовые законы 1996, 2001 и 2017 года. Но на то они типовые законы, что они носят некий только общий ориентир для государств при разработке своих национальных законов необходимо учитывать, что уровень развития, в том числе электронного или цифрового в разных странах он разный и типовой закон ориентирован на такую, на среднюю температуру по больнице, поэтому для некоторых стран он не представляет особого интереса. но несмотря на ведущуюся работу есть ряд таких практических проектов, один из них это проект между EU4Digital между Молдовой, Украиной с одной стороны и ЕС и Эстонии с другой. В рамках этого пилотного проекта была протестирована работа трансграничной электронной подписи, но какого-либо договора по итогам данной работы подписано не было. Я знаю, что ведется работа по разработке договора между Россией и Белоруссией, но пока она не финализирована, а также в рамках ЕАЭС, но все, что касается для целей госзакупок. Но очевидно, что отсутствие международного договора о взаимном признании электронной подписи тормозит развитие электронной торговли. Разработка такого договора необходима, но есть ряд сложностей, с которыми нужно будет считаться, потому что в том же самом Юнситрале из 60 государств есть представители из разных правовых систем, у них есть разное понимание, что такое электронная подпись, какие должны использоваться механизмы. И я бы выделил четыре основных вопроса, которые нужно будет решить при разработке такого международного договора. Это что такое электронная подпись, как банально бы это не звучало, но ответа на данный вопрос нет. Какая используется технология, какие условия признания и ответственность. Ответственность это ключевой вопрос для хозяйствующих субъектов, потому что они должны понимать все те риски, застрахованы они или нет, есть ли какие-либо средства правовой защиты или этих средств нет. кратко расскажу об основных подходах, хотя я думаю, что вы знаете больше. Электронная подпись это такая непростая вещь, это так же как примерно кто такой инвестор, что такое инвестиции, в каждом инвестиционном трибунале трактуется по-разному. Но вот обязательно использование криптографических методов закреплено в законе Республики Армении в соглашении Меркосур 2019 года. Есть так называемый технологически нейтральный подход, когда в принципе любое сообщение, даже электронная почта может рассматываться как электронная подпись, это больше характерно для стран англосаксонской системы, это закреплено в законодательстве США, Австралии и Кореи, но Корея, как я понимаю, идет все-таки по американскому сценарию, поэтому их законодательство оно тоже довольно близко к американскому. Интересный очень британский подход, я не знаю, как отображается или там это, потому что тут не все немножко вижу. Да, есть ряд прецедентов в британской правовой системе, электронное письмо приравнивалось к электронной подписи, то есть просто обмен электронными письмами свидетельствовало о том, что сделка была заключена в письменной форме. Еще к электронной же подписи признавалось нажатие кнопки, я согласен с условиями при выдаче кредита и указание в заголовке перевода SWIFT на именование банка. Там была транзакция между датской и корейской компанией на покупку судов и перевод и указание данного перевода в названии банка равнивалось к заключению сделки в письменной форме. Есть так называемый гибридный подход, он закреплен в законодательстве Новой Зеландии, что все способы проверки подлинности могут быть признаны как имеющие юрзначимость, если они отвечают определенным требованиям. И некоторые технологии, которые обеспечивают более высокий уровень безопасности, могут иметь более высокий правовой статус. Но трансграничное признание электронной подписи также зависит от того, как национальное законодательство рассматривает электронную подпись, потому что где-то признаются только национальные подписи, созданные в национальном правопорядке. Где-то в законах вообще нет положений о возможности признания электронной подписи. В Индии закон, статья 19 закона 2000 года, она наделяет определенный орган возможностью признания электронной подписи. Есть договорной механизм взаимного признания электронной подписи, он реализован в паназиатском альянсе по электронной коммерции. Это договорной механизм, потому что в отсутствие каких-то международных документов или указаний со стороны государства бизнес пытается создать свой договорной механизм. Насколько я знаю, он успешно функционирует. По поводу технологических различий, здесь мы опираемся на статью 12 закона Юнситрал 2001 года и коллега Достанислав Кутузов тогда более подробно про это расскажет. Я лишь почему-то что-то пошло не так. У меня как будто слайды немножко перепутались, но прошу прощения. Да, хотел бы просто сказать, что типовой закон Юнситрал он не содержит требований о взаимности, он не побуждает к заключению соглашения о признании электронной подписи и не дает указаний государством как ее признавать, то есть либо одностороннее какое-то заявление декларации, либо это международный договор. Сейчас будет сюрприз, что у меня там следующее. Да, но я бы хотел еще наверное вернуться, потому что хотел бы тоже обратить внимание, что законодательства ряда государств, они вообще до сих пор не позволяют использование электронной подписи в определенных сферах. Я смотрел Китай, США, Турция, Великобритания и Гонконг как отдельная правовая территория, где прямо запрещено, что по некоторым вопросам семейного права, наследство, недвижимости, банкротство, использование электронной подписи невозможно. до сих до сих пор ты должен прийти письменно подписать и только твоя ручная подпись признается юридически значимой для того, чтобы сделка потом не была признана недействительной. Есть два основных подхода государства к вопросу трансгонечного признания. Это так называемый минималистский, условно говоря, подход, когда одинаковые сертификаты выдаются и на надежные, и на ненадежные подписи. Тут небольшие корректировки были, но кое-что тут немножко неправильно написано. Это не последняя версия презентации, поэтому прошу прощения. И при таком подходе будет автоматическое признание электронной подписи. И есть второй подход, что могут выдаваться разные сертификаты, что из самого сертификата следует уровень надежности. В рамках второго подхода требуется, чтобы подпись или ее сертификат были гарантированы в рамках национально-правовой системы. Ну и еще один важный вопрос, это про ответственность. Тут можно рассмотреть этот вопрос с точки зрения субъектов хозяйствующих и с точки зрения поставщиков сертификационных услуг, потому что поставщики боятся, что разные стандарты осмотрительности в разных государствах могут привести к тому, что стандарты осмотрительности и ответственности будут разные. и они неохотно признают иностранные сертификаты из-за того, что эти стандарты как раз-таки различные. И второй аспект, что лица, которые используют электронные методы подписания и удостоверения подданности, они могут опасаться, что определенные правовые средства защиты в другом государстве им будут недоступны. То есть вопрос ответственности также нужно будет подробно урегулировать в этом международном договоре. Но в завершении хотел бы сказать, что на мой взгляд конвенция о тронганичном признании электронных подписей, она способствовала бы повышению доверия к электронным методам подписания и удостоверения подлинности при международных сделках. Она могла бы включать в себя положение удоверенной третьей стороне и способствовать возникновению и закреплению принципа цифрового суверенитета государства при взаимном признании электронных подписей. Вот, если кратко, то в целом все. Спасибо большое. Большое спасибо, Александр Владиславович. На самом деле я хочу сказать, что последний или предпоследний кажется слайд относительно того, что стороны при разработке соглашений о взаимном признании Mutual Recognition Agreement, они как раз и основным камнем преткновения считают, как правило, то, что нормы надежности, гарантий, которые дает государство, ну, или бизнес, это может быть и B2B, какое-то соглашение, они разные в странах, и вот это камнем преткновения и является. Это можно детализировать, это можно говорить о том, что таким образом учитывается разница в используемых криптографических алгоритмах, в том, какие требования предъявляются к операторам в разных странах. Вот это как раз сейчас для того, чтобы взлетело у нас, для того, чтобы и типовой, и какая-то первая ласточка хотя бы появилась международного договора, а потом она была как-то масштабируема, это как раз и является камнем преткновения и тем одним из четырех, как я считаю, барьеров на сегодня. Коллеги, у нас есть несколько минут для того, чтобы, да, послушать ваши вопросы, Александр Владиславович мог на них ответить, пользуйтесь случаем. Александр, спасибо за доклад, очень интересно. У меня такой вопрос, вот можете дать экспертную оценку со всеми полагающими разговорками, мы их опустим. Вот, когда можно ожидать заключения вот этой первой ласточки, наверное, это между РФ и РБ, и, скажем так, ну, заключения договоров с, скажем так, дружественными нейтральными странами, то есть там ЕАЭС, ШОС, ассоциированные участники, то есть, ну, там Вьетнам, Малайзия, Индонезия, вот какой горизонт планирования? Да, вы знаете, такой довольно тяжелый вопрос, потому что тут зависит от многих очень факторов, от желания государства, от запроса бизнеса, потому что, когда бизнес подталкивает, условно говоря, снизу и говорит, давайте, давайте, и нам это нужно, то, да, но я не могу вам сказать, понимаете, прогноз, потому что некоторые конвенции очень долго разрабатываются, некоторые очень быстро, тут вопрос еще кому поручить, потому что Юнситрал сейчас очень сильно занят инвесторами, и секретариату Юнситрал сейчас не до цифровой торговли, не до совершенствования, так сказать, этой тематики, но это сложный вопрос по международной конвенции, сроки здесь обозначить невозможно. Насколько я знаю, по договору между Россией и Беларусью, проект договора есть, там были замечания от органов государственной власти, соответственно, и российских, и белорусских, но вроде бы он как-то в высокой степени готовности, но замечания МИДа не устранены были, ФСБ тоже, насколько я понимаю, а, есть, да, но вот тут, понимаете, зависит еще от внутреннего тоже согласования, но я думаю, что вы правы, что нужно, наверное, начать с ближайших, так сказать, как бы соседей, попробовать это все, а потом уже идти на какой-то... Окей, я задам проверочный вопрос, то есть, если я так правильно, если я правильно услышал, то договор с Беларусью можно ожидать, там, условно говоря, в течение, может, года, полутора, двух, то есть, это годы или месяцы. Не знаю. Ну, не следующее десятилетие. Это вопрос политической воли. Да, это вопрос политической воли. Это можно сделать завтра. Понимаете, дело все в том, что, ну вот, например, тоже рамочное соглашение, да, но в 2016 году было принято, вступило в силу в 2021, да, то есть, заключить-то можно, вопрос еще, когда это вступит в силу. То есть, тут очень много, Следующие контуры, это так похоже уже следующее десятилетие, а дальше это, видимо, не при нашей жизни, да? Ну, а тогда у меня вопрос, а что делать-то так вот на практике, потому что я сейчас забудем про контекст PKI. Как предприниматель, самые простые договоры, которые я подписывал в своей жизни, это договоры с китайскими, малайскими, швейцарскими клиентами. Мы шли в докусайн, кинули друг друга вот этой вот подписью, документами с подписью, сделали работу, расплатились, все окей, со всеми там рисками, со сознанием того там, бла-бла-бла, не суть. Единственная проблема – это валютный контроль. Ну, нарисовали там, кто-то нарисовал какие-то синенькие кружочки, всех все устраивает, все работают. То есть, докусайн, миллиард пользователей. Уже сколько, не помню, 15 или 20 лет. Огромное количество торговых, финансовых сетей, международных, с триллионными уже некоторыми оборотами есть сети, там, Ариба, работают десятки стран. Это все благодаря вот тому самому закону США о вот этой простой, скажем так, процедуре. Трейдлендс, систему управления контейнерными перевозками до февраля была в России, в том числе, в Санкт-Петербурге. Обмен документами между всеми крупными площадками, операторами, грузоотправителями, вообще там никто не парится. Вот этими вопросами. Просто вы с этим не сталкиваетесь? Там бизнес-процесс... Нет. Там... У вас споры были? Вы были в суде с этими документами, выиграли? Они успешные. Вы представили эти документы в налоговые органы, проверяющие органы, успешные. Да. Смотрите, в таможню вместо мешка с коносаментами и, точнее, с сопровождающими документами прилетают сканы. Прилетают сканы. Таможня об это смотрит. Сканы – это не электронный документ. Да. Да, именно. с копиями. Именно. Именно. Но контейнеры... Я знала в этой ситуации. Да. Ну, работает. Классно. Как сейчас оригиналы получить от какого-нибудь бразильского контрагента? Сколько это стоит? Но вы работаете сейчас на свой страх или... Я спрашиваю, а вот какой оптимальный путь? Вопрос. Да. Я же не говорю, что не надо вот это все делать. Надо. Вы сейчас практически... Да, практически. Вопрос практически для практики. Оптимальный путь. Ждать законов можно еще очень долго. Обратиться к юристу и попросить легализовать ту схему, которая у вас реально сложилась. Вам скажут, какие подготовить документы и хотя бы придать силу этому взаимодействию с тем партнером западным, которым вы работаете. Это можно сделать на уровне международных договоров частно-правого характера, так называемого. Но это даже прозвучит в суде «может быть». Но эти документы у вас никогда не примут государственные проверяющие структуры. И эти все риски вы понесете на себе. Поэтому надо сесть и просто продумать разумную организацию этой схемы. Может быть, эти риски ваши оправданы. И вы понимаете, что вы столько зарабатываете, что вам не страшно, если что-то в какой-то момент выстрелит. А раз страшно, значит, надо максимально подложиться документами. Их можно разрабатывать. Но это все-таки конструкции на коленке пока что. Чтобы решить эту проблему чисто глобально, прозрачно, и чтобы все это заработало красиво, нужны международные договоры. Ну, это мое мнение, как юристы. Мы должны к ним прийти. Давайте к следующему вопросу переходить. С одной стороны, вы знаете, это где-то может быть скептически, да, там, разработка международных договоров это время долго, но я больше 10 лет на госслужбе проработал, и могу сказать, что как бы не ругали чиновников по многим параметрам, мы слышим, мы видим, и когда бизнес приходит, на самом деле, сейчас очень сильно меняются министерства и правительства. У нас, ну, не знаю, может быть, это там как-то высокопарно звучит, но госорганы, они стараются развернуться в сторону бизнеса, они слышат, они понимают, они принимают, все, что от них зависит, они делают. Просто, ну, может быть, какая-то критическая масса, если наберется, то что-то будет потом толчком для того, чтобы как-то выходить на более высокий уровень. Спасибо за доклад. Очень интересно ваше мнение как юриста. Вот на одном из первых слайдов про текст 63 ФЗ, статья 7, там есть такой второй пункт, который говорит следующее, что электронный документ и электронная подпись не могут быть отказаны в признании только на том основании, что они выданы иностранным государством. На ваш взгляд, как юриста, не кажется ли вам, что это может быть зацепкой? К тому, чтобы все-таки начать работать. Не кажется ли вам, что это противоречие? То есть вот второй пункт говорит о том, что нельзя, то есть нельзя не принимать. Мы же не можем отчитать один пункт в отрыве от другого. Не можем. Он изначально был в старой редакции закона, что иностранная подпись не может быть признана недействительной, только на основании, что она выдана в иностранном государстве. Но это просто декларация. Чтобы пункт заработал, нужны другие расшифровывающие пункты. И сейчас уже есть третий. А что нужно, чтобы он был признан? А нужен международный договор. И сфера его применения. Первый, второй пункт из седьмой статьи это принцип. Он взят из модельного закона Юнситралы 2001 года. А третий пункт это ответ на вопрос, как это сделать. Анастасия Александровна. Я хотела небольшую ремарку начальнику юридического отдела компании Газонфорссервис Анастасия Еммануилова к вашему вопросу небольшую ремарку сделать. Не будем забывать, что у нас документы используются в разных правоотношениях, в разных местах, скажем так. И между двумя коммерческими организациями или там индивидуальными предпринимателями, неважно, мы можем применять в том числе нероссийское право. Мы можем использовать с вами совершенно другую правовую среду. Суд нероссийский и так далее, и так далее. И тогда наши с вами договоренности, как мы подписываем договоры и так далее, должны подчиняться уже другому праву нероссийскому. Вот, поэтому совершенно нормально, что во взаимоотношениях между внешнеторговыми и партнерами используются вот эти электронные подписи. И еще плюс публичный порядок, и еще начинаются всякие разные вопросы, какие статуты и так далее. Давайте последний вопрос. Очень короткий вопрос. Виктор Владиславович. Спасибо. А вот вы очень, спасибо за доклад, очень интересно про разный, про мировой опыт. Вот на ваш взгляд, с точки зрения создания международного договора, вот из того, что вы перечислили или из практики мировой, что взять, можно было бы взять как образец, с чего списать можно было бы? Да, вот пока... Очень хочется. Наш российский путь, да? Зачем придумывать? Это наша российская идея, мы ее продвигали, никто кроме нас этот международный договор не создаст, у себя только можно списать. Вот вы меня разочаровывали, вы как расстраиваете. Да, если мы будем говорить про договоры двусторонние и трехсторонние, вот те, которые я говорил про Аргентина, Чили, Австралия, Сингапур, то там, понимаете, вообще я в свое время, когда где-то, может быть, только начинал, мне всегда, в общем, читаешь эти какие-то международные акты, мы будем стремиться к чему-то, кому-то. Очень сложно вырабатывать международный договор, потому что, когда ты начинаешь его делать, у тебя приезжает очень много делегаций и каждый пытается протолкнуть что-то свое, очень много всяких скобок, эти скобки потом начинают сниматься, они начинают там что-то добавляться или еще раз. Поэтому в международных договорах очень много обтекаемых формулировок и не всегда там есть тоже как бы конкретика. И вот в этих тоже договорах там общие принципы только заложены. Там нету положений ни о доверенной третьей стороне, ни о каких-то технологиях, признаниях, ничего. Довольно общие такие вот только положения. В теоретической технике у нас другой принцип. То, что во всем мире начало складываться к моменту Эскатовского соглашения, которое мы так и не ратифицировали, это была попытка внедрить единый стандарт американский по всему миру. И тогда, в общем-то, соглашения особо не нужны. Ну, так, чисто рамочно. Там не надо решать вопросы разных криптографий, разных правопорядков и так далее. И потом, когда это было продавлено с помощью российской делегации, юридической группы, там Александр возглавлял во время переговоров, что мы вводим цифровой суверенитет в международное взаимодействие электронное, там, в Эскатовском соглашении, появились зачатки, но там только продекларировано трансграничное пространство, доверие, доверенная третья сторона, эквивалентный уровень надежности. Все, что мы смогли тогда туда внести. А прикладной нормативный акт, международный, он только сейчас должен быть создан. И этот первый акт, вы сейчас получились в авангарде, да, с этой работой, он будет, в общем-то, закладывать тот стандарт оттуда, потом будет это списано. И сейчас достаточно важно качественно провести эту работу, на мой взгляд. Замечательно. Коллеги, регламент. Еще такую маленькую, дружину мальчику хочу сказать. Просто, на мой взгляд, сейчас удачное время для начала над этой работой, потому что, ну, условно, вот основные соглашения из шести штук, четыре соглашения, это 17-19-20-е годы. То есть государство начинает на региональном уровне между собой заключать эти соглашения. Если они начинают это делать, и такая практика есть, значит, есть такая потребность. Значит, если кто-то это уже делает, вот эти все региональные цепочки соединяем и уже начинаем вырабатывать международные. Когда вас обсуждали, мы говорили о том, что потом эти региональные группы уже можно собирать, опять-таки, можно потом договоры заключить между этими региональными пространствами и потихонечку всю эту мозаику выстраивать, ну и так далее. Списать нельзя, будем делать сами. Поблагодарим спикера нашего, Александр Владимирович, большое спасибо. И движемся дальше. Значит, сейчас у нас будет два доклада наших друзей, партнеров, коллег из Беларуси. Дмитрий Владимирович Маскалев, заместитель начальника удостоверяющего центра, национального центра электронных услуг республики Беларусь. Ну, давайте, Дмитрий Владимирович, уже тему доклада и дальше сами. Здравствуйте, коллеги. Я являюсь заместителем начальника республиканского удостоверяющего центра. Я добавлю слово республиканское. Оно имеет ключевое слово в сегодняшней нашей дискуссии, потому что, ну, как уже говорилось, давно мы вместе с коллегами работаем над темой трансграничного пространства доверия и, в первую очередь, вот как самые перспективные, как самые близкие соседей и партнеров, да, между Россией и Беларусью, мы, значит, это пытаемся строить это пространство доверия, как бы бежим впереди паровоза. Сергеем Анатольевичем мы впереди этого паровоза бежим уже с 18-го года, потому что в 18-м году на ТИБА 2018 в Минске было предемонстрировано, вот это вот начался тот самый пилотный проект, про который каждый год мы вспоминаем, он каждый год выходит на какой-то новый уровень, более высокий. Так, вот в 18-м году уже было продемонстрировано работающая модель вот этого вот, значит, вхождения товаро-транспортных накладных между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. И вот сегодня уже 22-й год, мы все стараемся об этом говорить. Но, правда, наверное, сегодня должен отметить, что наш разговор уже вышел немножко в другую плоскость. До этого мы всегда рассказывали, как это работает, как мы это организовали, значит, где, куда бегают эти квитанции, заявки и накладные между квадратиками, где были нарисованы там ДТС, EDI-провайдеры, операторы ЭДО, да. А сегодня здесь уже, ну, по моим ощущениям, уже собралось много представителей уже юристов, экономистов, не только технорей, и мы уже обсуждаем проект международного договора, который на самом деле мы уже отрабатываем полтора года. Если я не ошибаюсь, то есть полтора года мы работаем вот над тем самым договором, про который сегодня мы будем говорить. И на самом деле, почему мы будем про него сегодня говорить? Потому что, учитывая, что в Республике Беларусь и в Российской Федерации, несмотря на то, что мы очень близкие партнеры, уже сложилось отличие в законодательном подходе, вот в том числе к вопросам признания международных подписей и вот этого трансграничного простанства доверия. Я постараюсь вот сегодня рассказать именно вот об этой вот особенностях и на чем мы остановились. Хотя я не юрист, не экономист, но вот как ни странно, буду сегодня в таком необычном для себя амплуа, буду сегодня рассказывать про соглашение и про юридическую часть. Поэтому у меня сейчас на слайде, в общем-то, такая вот, ну, на мой взгляд, как не профессионала-юриста, но почему-то здесь нету стрелочек. Ага, вот так, да? Стоп. Они у меня должны были… Ага, вот они. Странно, что оно не двигается. А, вот они появляются, да? О, как тут интересно. Назад. Да. То есть мне предполагалось показать, что стрелочки сразу есть. Вот, да, действительно, то есть на самом деле вот эта верхняя часть конструкции, где присутствует международный нормативный правоакт и договоры или соглашения между, собственно, ДТСами. Вот сейчас в проекте вот этого международного договора, в общем-то, столкнулись различные интересы по поводу того, что же в какую часть нам впихнуть. Где что написать поподробнее, а где что-то, может, вообще не стоит писать и отдать на более низкий уровень. Все остальное, в принципе, оно классическое, да? То есть договоры между ДТСом и оператором ЭДО, либо документ оборота, то есть, собственно, отправителя там, это может быть все, что угодно, как документ электронный, так вот товаросопроводительные документы в случае с нашим пилотом, которые, в общем-то, вот вторая очередь уже подошла к концу и на самом деле технически там уже фактически все уже отработано. Уперлись, опять же, в то, что, как оказалось, необходимо вносить изменения в законодательную базу, в том числе, там, в федеральной налоговой службе и в Министерстве по налоговому и в Беларусь с точки зрения сценариев, когда не все бывает гладко и хорошо, то есть можно отправить машину там с пятью ящиками, она придет с четырьмя. И что при этом делать? Надо как-то это дело, эти сценарии отрабатывать. Поэтому опыт уже какой-то появился и появилась необходимость вот в отработке вот этого договора. Подведу маленький итог к тому, что сейчас с точки зрения среза и вот нормативки, которые у нас вот именно между нашими странами, практически странами, в разы имеем. То есть на самом деле мы на сегодняшний день строим как бы таких два пространства доверия. Одно пространство доверия у нас строится в рамках интегрированной информационной системы, которую мы тоже строим. Она закладывалась для взаимодействия между госорганами, в первую очередь и госорганизациями. И там все идет, что называется, от обратного, от нормативки. Дальше это все спускается в железо. От нормативки давно есть договор о Евразес. К этому договору уже появилось большое количество более низкого уровня всяких подзаконных актов. Уже принятое, значит, требование и к службе ДТС, которая создается, и к форматам обмена, и всем остальным. Уже есть концепция этого трансграничного пространства доверия, давно принятая, стратегия. И вот мы все идем. По плану в 2018 году мы должны были построить уже G2G. С работающей службой ДТС, с бегающими форматами, с перепиской между госорганами и организациями в 2018 году в соответствии с утвержденной стратегией развития трансграничного доверия. Сегодня, какой год у нас? 22-й. Мы до сих пор это не построили. У нас до сих пор даже нет службы ДТС. По различным причинам. То есть только вот недавно, в прошлом году, мы торжественно, значит, приняли программно-аппаратный комплекс службы ДТС комиссии. Целые, значит, приехали представители всех стран. Здесь вот есть большинство людей, которые в этом тоже участвуют. И со стороны ЕГЭК, и со стороны Казахстана. Вот только армянских коллег сегодня нет. Замечательно. Оказалось, что пока вот строили ДТС для комиссии, вся элементная база уже не продается. Теперь сделать вот эти ДТС для нацсегментов тема отдельного разговора. Нужно по новой утверждать ЧТЗ, значит, добавлять туда какие-то, значит, другие элементы, другую элементную базу, все это согласовать со всеми странами. Поэтому вот это мы строим. К 22-му году уже должно было быть P2G и C2G. C2G уже тоже должны были там присутствовать. А мы пока еще вот G2G уже не построили. Одна история. Вторая история абсолютно противоположная. Как я рассказал, в 18-м году бизнес показал работающую модель с работающими ДТСами, с работающим железом, но не хватает норматив. Сегодня 22-й год. Мы пытаемся сделать норматив между двумя странами. Пытаемся, тяжело, с кровью и потом. Значит, ну, на самом деле, вот этот вот договор Евразес, который тоже предполагалось использовать как действующую основу, которая на сегодняшний день распространяется только на взаимодействии между госорганами, у меня вот на слайде там написано так, что предполагалось ввести изменения, в котором вот это вот понятие трансграничного пространства доверия станет распространяться не только на госорганы, а на субъекты взаимодействия, что как бы все думали, что это даст хотя бы формальный повод использовать этот договор для того, чтобы наш пилотный проект, в первую очередь, который мы хотим все-таки показать всем, что можно добежать до финиша. И параллельно вот эта инициативная группа, большинство из которых здесь присутствует, инициировали подписание и формирование вот этого договора между Беларусью и Россией, которые идут параллельно. Кто первый добежит до финиша? Кто первый добежит до финиша? Не знаю. Есть надежда, что может быть все-таки первым добежим до финиша с договором между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Хотя, в принципе, представители комиссии здесь есть, и внесение изменений с точки зрения формулировки трансграничного пространства доверия тоже уже механизмы какие-то запущены. Плюс, значит, под спорьем, там, по-моему, следующий слайд у меня будет. Да, вот здесь есть представители, кстати, сразу скажу, что в Евразийской комиссии основными двигателями вот этого построения трансграничного пространства доверия есть две рабочих группы. Одна так и называется по трансграничному пространству доверия, которая, в общем-то, готовит всю нормативку с точки зрения функционирования удостоверяющих центров комиссии, ДТС, службы ДТС. А вторая группа, которая вот торговые площадки, которые занимаются продвижением использования электронной цифровой подписи, у нас, так в Республике Беларусь это называется, в Российской Федерации электронные подписи, а у нас электронная цифровая, да, занимается вот рабочая группа по торговым площадкам в интересах госзакупок. Вот, и вот, вы видите, сейчас в 2021 году появился план, который уже утвержден, в соответствии с которым уже есть сроки, когда и куда нужно внести изменения для того, чтобы комиссия получила полномочия все-таки регулировать и предлагать какие-то механизмы, которые позволят нам это трансграничное пространство доверия построить. И в зависимости от уровня потом этих решений, которые могут быть как обязательны для всех участников, так и рекомендательны, посмотрим, жизнь покажет, на каком уровне в итоге будут приняты вот эти вот рекомендации, распоряжения, решения, которые позволят тогда, может быть, пробить вот эту вот стену, которая вот на самом деле возникает сейчас на уровне различных госорганов, ну в первую очередь вот скажу, что с Российской Федерацией, потому что Республика Беларусь в этом смысле выступает намного гибче. Вот. Теперь вот к нашей нормативке просто для примера, чтобы вы понимали отличия в подходах. Вот у нас есть статья 30-я закона аналогичного электронной подписи Республики Беларусь. Здесь написано, каким образом может быть вот это вот доверие построено. На первом месте действительно стоит международный договор. Но обратите внимание, он касается взаимного признания сертификата. Или ДТС. То есть ДТС в принципе по законодательству Республики Беларусь, если он применяется, он не требует международного договора. В данной ситуации мы в эту работу включились только потому, что этого требует Российская Федерация. Ну мы как ближайшие там младшие братья и партнеры под козырек и отрабатываем дружно. Но тут разница в подходах. Потому что вот под эту вот статью закона наш регулятор в принципе вот видите один слайдик. Вот все требования к ДТС со стороны нашего регулятора, представитель которого будет выступать после меня, они уже рассказали, что должен сделать оператор ДТС и что он должен проверить для того, чтобы в итоге он смог обеспечить вот это взаимодействие, обеспечить это доверие. То есть да, он должен много чего проверить, но при этом потом появляется соглашение, в котором и прописывается, как мы это доверие будем строить. Ну, соглашение может быть как отдельное, так вот в нашем случае мы в принципе зато прошли, у нас договор с нашими партнерами вот в настоящий цикл показан Фомсервис по взаимодействию между операторами ДТС уже два года существует и приложением к этому договору у нас есть вот это самое соглашение, в котором мы прописали вот все те подробные вещи, которые в общем-то вот нам и обеспечивают вот это вот доверие. А регулятор у нас в этом процессе участвует, мы с ним все согласовываем, то есть они держат руку на пульсе и не дают нам возможности, что называется шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте провокации, то есть если что-то сделали не так, они нам всегда по рукам могут дать и сказать, нет, ребята, так вы работаете не будете. В принципе, хороший, нормальный, рабочий механизм, достаточно гибкий. Мне он нравится. Мы поэтому вот этот механизм постарались каким-то образом вот этот наш договор и добавить. И на самом деле уже учитывая, как я сказал, что мы работаем над этим договором уже два года, вот сейчас уже появляется, ну она там дальше у меня будет на слайде, уже пятая читка прошла, значит, что мы имеем на сегодняшний день, там потом вы на слайде увидите. В пример хочу также привести выдержки из законодательства Республики Казахстан. Они здесь есть, если я вдруг не прав, они меня поправят. Брал их с сайта, брал из нормативки. У них, в принципе, подход очень похож. У них тоже для того, чтобы ДТСы между собой могли взаимодействовать, необходимо, ну у них там необходимо регистрацию пройти ДТСы, в ДТС Казахстана, результатом в этой регистрации в том числе появляется соглашение. Название этого соглашения тоже очень похоже, то есть соглашение в принципе оно так и называется, о правилах о взаимном признании этих вот самых сертификатов, открытых ключей, которые издаются. Ну и соответственно у них там есть тоже эти требования. На сайте, то есть сейчас здесь выписки я из нескольких документов вытянул из интернета, они в открытом доступе, и в общем-то вот скриншот самого слайда, где опять же есть ссылки на то, какие действия должен сделать иностранный ДТС для того, чтобы все заработать. В этом смысле Республика Казахстан, они раньше всех вот эту всю конструкцию внедрили, ДТС у них работает наверное с 14, может даже раньше года, мы уже как бы у них шли по их стопам, в чем-то у них там видели учились, потому что у нас ДТС появился в 16-м году. И где-то в 16-м году у нас появилось соглашение с Республикой Казахстан о взаимном признании подписи, которая, ну, к сожалению, из-за того, что Казахстан и Республика Беларусь так немножко далековато, практически пока документ оборот у нас не взлетел. По разным причинам. Но это уже другая тема, наверное, не сегодняшнего дня. Вот. Была хорошая идея в Российской Федерации все-таки в закон об электронной подписи добавить положение, которое бы позволили бы вот тоже более гибко реагировать вот на эту ситуацию. Да, вот по аналогии вот как у нас написано, да, вот было предложение добавить, вот красненький у меня зачеркнутый, я добавил, потому что мы тогда тоже внимательно следили за тем, как это все происходит. Но, насколько я понимаю, где-то два месяца назад, да, когда уже вот эта новая редакция закона Российской Федерации все-таки была подтверждена, это дополнения вот эти были вычеркнуты, потому что вот многие представители из госорганов считают, что это соглашение это ни о чем. Это не надо нам соглашение, мы давайте в договоре все пропишем под ключ. И первые вообще предложения были о том, чтобы даже туда значит структуру квитанции договор сразу международный добавить. Значит, где будет какой УЦ, чей будет УЦ, на какой криптографии, все добавим в договор. Хорошая идея, наверное, я не знаю, может быть это просто схема, которая вот когда мы строили G2G, может быть так работает. То есть вот мы сверху не строим, там можно начать сначала с нормативки, все прописать, зафиксировать, а потом уже строить. А здесь получается бизнес уже работает, а мы должны пойти по другой модели. И вот этот самый договор видите уже редакция 5. Это вот скриншотик, как бы я его сделал первой странички, что вот 25.06 у нас была пятая редакция, по результату которой были вот в том числе выданы замечания вот на редакцию, которую я потом продемонстрирую на слайде. Будут какие-то комментарии. Вот на самом деле сегодняшняя наша дискуссия, когда мы ее планировали, в общем-то была посвящена тому, что может быть потом, когда вот кто-то услышит наши доводы. Вот то, что мы рассказываем, может быть поможет убедить вышестоящих мужей, которые дают в итоге замечания и вычеркивают красненькие предложения, которые могут упростить жизнь. Хотя вот видите, сколько тут работает организация над этим договором. То есть это уже те, кто вовлечены в этот процесс. То есть на самом деле их много. Каждый что-то хочет добавить. Вот редакция вот эта пятая, по которой дали замечания, вот она у вас на экране. то есть в принципе вот эти вот статья 3 это принципы, которые в принципе на данный момент пока я считаю достаточно гибко показывают нам подходы. И если их принять, то наверное это будет рабочая схема. Дальше эквивалентный уровень надежности, про который вот тоже будет сейчас следующий докладчик эту тему обсуждать. На самом деле тоже такая достаточно спорная вещь, потому что ну вот в республике Беларусь у нас вот этот единый республиканский застреляющий центр, который прописан в законе об электронном документе и сертификаты вот мы с сентября прошлого года ID-карты выпускаем, там они сразу записаны. То есть и доказывать уровень надежности федеральной службы безопасности Российской Федерации со стороны республики Беларусь и когда мы пытаемся строить межгосударственные какие-то отношения, ну на мой взгляд это несерьезно. Поэтому вот на мой взгляд вообще, что вот уровень надежности в договоре вообще не должен звучать. Ну в лучшем случае можно зафиксировать какие виды подписи могут использоваться. И то, даже я вам скажу, что учитывая, что даже в Российской Федерации у нас это все проще, как и в Казахстане. У нас один вид есть электронный цифроподпись. Один. Для всех случаев. А у вас их вот фактически старящим центром и сертификатами. У нас называется открытый ключей, у вас там немножко другого называется. Но тем не менее. И в этом смысле достаточно просто прописать. Какие виды, причем неквалифицированную, я бы тоже не вычеркивал, потому что для бизнеса особенно есть много сценариев, когда неквалифицированная подпись тоже может быть использована. Если оператор ДТС ее готов проверить и потом будет готов за это отвечать, потому что он подписывает квитанцию своей подписью ДТС, то почему бы и нет. А на данный момент пока вот из договора вычеркнули неквалифицированную подпись. Я считаю, что не совсем правильно. Ну и требование к довериям третьей стороне. Вот фактически раздел 6 это вот отражение того, что было написано в нашем приказе. То есть в принципе пока юристы, которые строили это согласились, но госорганы пока говорят нет. Мы против. Была назначена дата 1 июля, когда вот уже должны было быть вот этот договор закончено согласование. Дата уже прошла. Сегодня вот я разговаривал, сказали, что ну вроде появилась новая дата. Там 1 декабря этого года. Второй срок появился. И вроде как появилось желание все-таки этот договор добить. Какие-то указания пошли. но тем не менее. Это вот мой последний слайд по поводу того, что же все-таки в это соглашение нужно вписывать. Потому что пока вот вот этот вот неурегулированный вопрос, на самом деле их там чуть больше. Там 2 или 3 основных. Один в том числе касался вот этого эквивалентно надежности, который тоже был. Но я в своем значит своей презентации я вот оставил только один, в котором пока вот регулятор со стороны Российской Федерации требует, чтобы мы сразу прописали значит вот эту инфраструктуру PKI, которая будет обеспечивать взаимодействие между ДТС. На мой взгляд это тоже не совсем правильно по одной простой причине. Потому что когда у нас гибкий механизм например с Республикой Казахстан мы обменялись корневыми сертификатами, мы договорились на какой криптографии мы будем обмениваться и на этом мы работаем. Российской Федерации я понимаю, что есть желание переходить полностью на ГОСТ. Мы можем перейти на ГОСТ. И будут ДТС у нас на ГОСТе значит обмениваться и можем там единый УЦ использовать. Но это будет неработающая универсальная схема. То есть если Белоруссия как ближайший партнер Белоруссии готова на это пойти и что называется уступить требованиям регулятора Российской Федерации, то я не уверен, что другие страны даже Евразеса пойдут на это. Потому что опять же это потери суверенитета. В том числе вот здесь. Хотелось бы всегда на каком-то нейтральном языке в том числе может быть с криптографическим общаться. Ну и по поводу защиты каналов тоже. На самом деле технология ДТС позволяет обмениваться не только документами. Хотя они же подписаны подписью. Его не изменишь. Там просто ДТС спрашивает у другого ДТСа. Ну нормальный документ. Он подписан действительной подписью. Ну и ДТС вот страны создания этого документа может действительно квалифицированно это проверить. И ответ свой прислать. Можно послать хэш от документа. Если речь идет о том, что документ может кто-то там не хочет видеть. Но опять же это должен решать конечный заказчик. То есть представитель бизнеса если он хочет чтобы этот документ прятался где-то его не мог никто прочитать. Можно всегда выбрать схему по которой этот документ просто не будет нигде фигурировать. А будет фигурировать в этом смысле время мое закончилось. Много хотел сказать. Возможно что-то не получилось. Я не юрист. Я все-таки больше всегда рассказывал про техническую составляющую. Надеюсь что у меня что-то удалось донести ту боль которая у нас давно уже появилась в попытках вот этот пилотный проект и вот эту историю довести до логического конца. А на сегодняшний день логическим концом у нас вот этот международный договор. Спасибо за внимание. Спасибо большое Дмитрий Владимирович. Я буквально одно слово скажу в качестве дополнения. Действительно вычеркнута эта поправка из третьей части седьмой статьи чтобы договор между хозяйствующими субъектами стал основой для взаимного признания. Но многократно цитируемое упоминаемое в рамках нашей конференции совещание межведомственная рабочая группа высокого уровня при вице-премьере Чернышенко Дмитрия Николаевича по электронному документу обороту. Значит протокол уже вышел в свет. Шестой раздел пункт 4 дано поручение по итогам доклада заместительный министр по налогам и сборам нашего уважаемого коллеги из Беларуси к господину Муковича принято решение дано поручение о том, чтобы Минцифры России совместно с Федеральной налоговой службой и ФСБ России упомянута вот прям в четвертом разделе русским по белому проработали вопрос внесения изменений в третью часть седьмой статьи чтобы на основании соглашения между хозяйствующими субъектами признавать электронные подписи друг друга поручение есть сроков нет но есть ответственные это уже воодушевляет какие есть вопросы давайте один вопрос вопрос Сергей Анатольевич я парень очень вредный я буду задавать вопросы с подковыркой вот если бы вы еще вернули бы слайд где у вас там два ДТС были нарисованы вот буквально мои мысли в последних своих двух строчках опередили меня я хотел спросить российский регулятор категорически запрещает использование иностранной криптографии в реализации российского ДТС категорически и соответственно ну а как вы знаете что там весь ТЛС и общая криптография обмена идет на скажем там недружественной криптографии и это работает и работает хорошо скажем так и у меня вопрос соответственно к вам и к регулятору как в сертифицированном варианте мы будем дальше жить потому что сертифицированная версия работать не будет и вопрос как ваш регулятор к этому относится Наш регулятор, вот если он может, сам следующий выйдет и скажет, если я совру. Он этому относится нормально. Как я и сказал, ДТСы, когда между собой общаются, они могут даже просто хэш посылать. Это ни о чем. Даже если там кто-то что-то попытается перехватить, ничего не будет. Сергей Анатольевич Кирюшкин здесь присутствует. Я похожий вопрос ему задавал, когда они подались на самом деле. Тоже интересная история. В 20-м году, по-моему, в конце 20-го года. Я согласен. Вся проблема в том, что навязать использование ГАСТа для всех республик, на мой взгляд, это невозможно. И вы правильно сказали, это потеря суверенитета. Поэтому нужно идти к компромиссу, к какому-то общему решению. Я надеюсь, что мы к нему придем. Я и сказал, что если федеральная налоговая служба, которая действительно категорически пока относится, нет. В принципе, можно белорусскую использовать фотографию. Мы всегда говорим, что нет проблем. Спасибо. Мы готовы и так, и так. То есть перейти на ГОСТ при обмене между ДТСами это не проблема стихичная. Ну вы, да, но другие республики возможности. А это я сразу и озвучил, что если мы хотим построить все-таки универсальную схему, модель, и чтобы наш договор и вот эта схема взаимодействия была примером того, как можно сделать, а не примером того, что это не будет никогда сделано по-другому, да, кто не согласится, то это будет плохая история. Согласен. Спасибо. А я бы как юрист развела, например, эти истории. Вот смотрите, если мы смотрим про международный договор, который поименован в седьмой статье нашего закона, то это взаимодействие между странами по использованию сертификатов иностранного происхождения. А вот как раз договор между ДТСами, которые будут работать в рамках этого большого договора, это в любом случае частноправого характера международный договор. И в рамках него можно уже вести дискуссию, на каком ДТС, на какой криптографии между собой два ДТС будут общаться. Там российский и белорусский, там на российский, например, там российский и казахстанский, там я не знаю еще, но как он американском, например. Это уже, кстати, это уже не вопрос суверенитета. Это вопрос прикладной совершенно практически. У меня есть несколько поправок. Дело в том, что такая продукция должна быть сертифицирована. И, опять же, нельзя использовать не сертифицированные изделия, а сертифицированные изделия не может работать с иностранной криптографией. И использовать для чего? Для взаимодействия друг с другом можно? Да. А регулятор играть нельзя. Ну, тут вопросы тонкие. Нельзя что? Тут уже надо дальше этот диалог. Нельзя использовать иностранную криптографию для создания подписи. Какой подписи? Тут нет подписи. Это взаимодействие между ДТСами. Это подписи на сертификатах, которые выдают, на квитанциях, которые выдают ДТС? Когда мы взаимодействуем между ДТСами, мы всегда подписываем служебные квитанции для обмена. Но это квитанции при взаимодействии между ДТСами. Это не взаимодействие государства. Это не вопрос суверенитета. Пользователю подписаны всегда на национальной криптографии? Естественно. Естественно. Но квитанция служебная между ДТСом А и Б всегда подписывается на иностранной криптографии. На любой. На любой, да, может быть. Давайте дискуссию перенесем в кулуары. Дмитрия Владимировича поблагодарим. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Ну и, кстати, сказать, так как муж совсем сконцентрировался на теме цифровой суверенитета, сейчас следующий доклад будет посвящен, странно, почему я его объявляю, да, посвящен технологической стороне этого вопроса. В чем суть? Я это поясняю для присутствующих здесь не IT-специалистов и не инженеров. Дело в том, что когда обсуждался вот этот подход про сохранение криптографии в каждой стране, и так как Сергей Анатольевич давно занимается моим образованием в этой связи, я тоже теперь знаю, что в мире четыре серьезные криптографические школы, ура, наша, вторая американская, китайская, и как это ни парадоксально, французская, но для этого есть свои корни, я этот вопрос тоже поизучала. Все остальные криптографии, ну, условно и очень, грубо говоря, они вторичны. И да, есть в мире страны, которые готовы использовать иностранную криптографию внутри себя, а есть страны, как нам сейчас Александр Сплахов рассказывал, которые сидят практически в ожерелье из черепов и вспоминают свои таблички гвининые, да, и то, что мы тут сидим обсуждаем какую-то криптографию, электронное взаимодействие, им весьма удивительно. Я про Папуановую, Гвинею, очень живописный был товарищ в Иската. И тогда пришли к чему наши коллеги-инженеры в своей группе, что да, суверенитетом, но чтобы все это было работало, было серьезно и подтверждаемо, нужно установить некий минимум защищенности электронной подписи, при котором государство может вступить в эту международную игру. Извините, если у вас нету этого минимума, он описан, он не жестко регламентирован пока что на сегодня, он не как-то жестко стандартизирован, это есть просто некие подходы, да, так или иначе выражены. Если вы этот минимум не держите, ну, извините, да, то есть вам придется получить подпись в том государстве, который этот стандарт, условно говоря, эти подходы выдерживает. И вот именно этому принципу, который был назван при международном взаимодействии эквивалентный уровень надежности, будет посвящен наш следующий доклад, и делать его будет Станислав Владиленович Кутузов, представитель оперативно-анатолитического центра при президенте Республики Беларусь. Прошу вас. Большое. Ну, честно, по регламенту, даже не знаю, как это там быть. Наверное, вроде как 10 минут осталось на два доклада, да? Нет? Ну, я постараюсь побыстрее, много буду пропускать, потому что действительно кое-что уже рассказали, поэтому давайте попробуем. Закон, да, значит, уже упоминался. Ну, в 2001 году принят, но, к сожалению, я вот сейчас начал смотреть про эквивалентность и обнаружил, что где-то вот этот термин эквивалентности, ну, ссылки обычно, там, если гугловские, да, все время вот на законы и каких-то других аналогов, ну, дальше уже какие-то там начинаются, ну, что-то законодательное, что-то более-менее такое юридическое, надежное, ну, или даже техническое, нет. Там уже идут какие-то комментарии или какие-то производные от всего этого. Поэтому вот единственный момент, статья 12, вот в этом законе, он типовой, да, совершенно не, наверное, как правильно Александр Владимирович говорил, что у вас не рабочие, да, ну, то есть это как бы намерение, да, только вот к тому, чтобы это что-то сделать. Ну, смотрите, значит, надежный уровень, эквивалентный уровень надежности есть по сертификатам, которые выдаются, да, и по электронной подписи. Вторая, третья статья. Что мне нравится здесь, это то, что принципы определения вот этого уровня должны быть учитывать признанные международные стандарты, да, и любые другие соответствующие факторы. Ну, и в тех случаях, когда вот этот пятый, да, вот насчет, что может быть просто странными приняты договоренности и никаких вот других вопросов про каких-то эквивалентностей вообще особенно делать и не надо, да. То есть, ну, все, в общем-то, на самом деле решается какими-то договорными вопросами. Ну, под надежностью. Опять же, в законе есть понятие надежной электронной цифровой подписи, надежность сертификатов, что к этому относится. Ну, по подписи это, что вы храните ключ у себя, значит, используете только вы этот ключ, целостность подписи, целостность, значит, документа, который вы подписываете. Ну, слов много, вот выдержка, да. Следующее, по надежности, которая касается поставщиков услуг, это удостоверяющие центры, которые издают сертификаты, те факторы, которые… Это нужно учитываться при, значит, определении надежности, некие финансовые и людские ресурсы, качество системного аппарата, процедуры для обработки сертификатов и заявок на сертификаты, наличие информации для подписавших, да, идентифицированных в сертификатах, регулярность объема аудита. Вот хороший момент, этот пункт Е, объема аудита проводимым органом и наличие заявления, вот тоже хорошая вещь, государство, да, крядущего. То есть, если государство провело какое-то аккредитацию вот этого поставщиков услуг, это в принципе, значит, государство, которое хочет полагаться на этот сертификат, тоже может учитывать, что это не совсем, грубо говоря, люди со стороны пришли и вот издают эти сертификаты. То есть, это можно тоже для себя при вот этой надежности учитывать. Ну, как это все, вот эти вот эквиваленты, теперь эквивалентность, да, как эту эквивалентность можно провести. Итак, у нас осталась подпись, наличие ключа, как вы его храните, как вы с ним работаете, как вы используете целостность документов, целостность цифровой подписи. Здесь много есть вопросов, которые касаются именно средств выработки и проверки электронно-цифровой подписи, и они тоже такой многоградный, этот вопрос. Вот, ну, а вопросы надежности все-таки к поставщикам услуг, это, ну, вопрос организационный скорее, да, то есть это нужно смотреть, это нужно смотреть на практику, как у них это все реализуется, поэтому здесь, ну, возможно, тоже средства выработки сертификатов, издания сертификатов и хранения, это тоже подлежит какому-то еще и технической какой-то оценке, но в целом это с большего, можно организационно все это решать какими-то обзорными, значит, поездками, оценками, аудитом, да, международные стандарты. Кстати, вот это тоже интересный вопрос, когда говорилось о международных стандартах, то здесь не имелось в виду именно стандартов в части, что это вот принятые в какой-то международной организации или какой-то национальный стандарт. Это, в общем-то, на самом деле, в общем-то, в том числе и, как бы, хорошие практики, да, которые, значит, применяются в тех или иных там странах или там в организациях международных. То есть это не обязательно, это должны быть прям какие-то документы принятые какой-то международной там или организации. Это тоже очень такой момент хороший, на него тоже можно ориентироваться. Вот, да, что международный стандарт можно толковать. Ну и теперь, как бы, осталось у нас средство, и я думаю, что вот это мы не будем останавливаться. Как это проводить, вот эти вот обзорные экскурсии, поездки, да, визиты. Спасибо. Вот. Вот. И как это можно… Я думаю, что здесь будут решать страны между собой. Как раз-таки вот в договоре, наверное, это можно все очень четко прописывать. Ну и теперь вот как оценить алгоритмы, да. Опять же, чтобы там долго не… Смотрите на этот слайд, как тоже на такой пример просто, да, всего этого. Какая… Ну, чтобы за что-то уцепиться хотя бы. Вот. Ну, понятно, что если один и тот же алгоритм, то, в принципе, здесь можно просто посмотреть, какие параметры используются. Да, там длины ключей, да, вот в том или ином алгоритме, в зависимости от того, какой вот в той или иной стране реализован. И здесь, ну, или полномочные органы, или организации, которые хотят эти договора, вот, признавать эти электронные подписи, они, в принципе, могут вот хотя бы на что-то такое сориентироваться и где-то, ну, как-то оценить вот ту надежность, которая будет этой подписью реализовывать. Если чуть углубиться, конечно, нужно, если это разные алгоритмы, разные принципы, да, разные подходы. У одних простая подпись, да, у других, допустим, уже основаны на какой-то криптографических каких-то алгоритмах, ну, тогда придется вот к этой подписи, вот какой, значит, уровень будет соответствующий. И, значит, признавать эти сертификаты, ну, можно ограничить, наверное, те документы, которым будут подписываться эти документы, или те системы, в которых будут такие документы признаваться. Вот, это, в принципе, тоже вопрос договоренности. Здесь можно, в общем-то, вполне себе построить такую достаточно гибкую эту систему. Вот, ну, если алгоритмы, ну, если, конечно, уполномоченный орган, ну, у них есть определенные, допустим, практики, да, оценки надежности, да, ну, тогда придется, я думаю, что мы здесь вряд ли сможем повлиять как-то на вот полномоченный орган той или иной страны и лишить его, ну, я думаю, что всегда сможет обосновать проведение каких-то нировских работ, исследований, вот этих алгоритмов, которые используются в той или иной стране для того, чтобы признавать эти сертификаты. Ну, сразу сориентирую, что вполне это может затянуться на длительный срок. Все будет зависеть, ну, от тех методик, которые применяют этот, значит, этот уполномоченный орган в том или ином государстве. Еще один момент, что, в принципе, вы можете достаточно легко подойти вот к определению алгоритма и увидеть, что в той или иной стране такие вот алгоритмы используются, да, и как бы, если там размеры ключей вполне вас устраивают, вот, то на этом можно все закончить. Но можно пойти еще дальше, можно посмотреть, как эти средства, как эти алгоритмы реализуются, насколько, значит, можно доверять тем средствам, в которых реализованы эти алгоритмы, как проходит процедура сертификации этих средств, в подтверждение соответствия, что эти средства, которые используются для выработки подписи или там проверки, они соответствуют этим алгоритмам. Тогда нам нужно, с точки зрения, наверное, вот, значит, государств, которые хотят надежность вот эту эквивалентность, эту как-то установить, еще углубиться и дальше пойти на процедуру сертификации, посмотреть, может быть, обменяться методиками проведения этих сертификатов или ознакомить другие страны этими методиками, чтобы этот уровень надежности у нас был соответствующий, который мы хотим реализовать. Вот. Ну, это касается и средств выработки подписи, да, ну и средств соответствующие, которые используют, ну, которые есть у клиентов, да, конечных пользователей, да, ну и, возможно, сюда это все, все вот это уже требование перенести и к средствам, которые используются в удостоверяющих центрах. Это тоже в себе, тогда вот мы должны и те средства проверить, и эти проверить, да. Вот. Так что достаточно большой есть круг, вот это определение, это эквивалентность, и все зависит от того, от уровня, как бы требований, которые в каждом государстве поддерживаются. Ну, возможно, какого-то компромисса, я бы еще так назвал, которым может государство себе в этом смысле, ну, оценить вот эти вот риски, которые этими сертификатами, этими цифровыми подписами будут, значит, закрепляться вот эти какие-то там соглашения, да, и, может быть, для каких-то документов это будет реальный уровень, для других нужен другой уровень. Кстати, в этом документе, в этом типовом законе говорится и о том, что вот этот уровень надежности, его, мы не вправе, ну, как-то там так, я извиняюсь, точно не сейчас, не перескажу, что нельзя требовать от другого государства какого-то там, ну, типа повышения этого уровня или что-то еще, ну, вот что-то нужно вот как-то учитывать, какой уровень там есть, и, ну, ничего не требовать больше, ну, в любом случае, вряд ли вы сможете и свой тогда, значит, вот какие-то хотелки, грубо говоря, я извиняюсь за слово, значит, понижать до того уровня, который есть в этом государстве, с которым вы хотите что-то заключить. Ну, наверное, это, наверное, это тот основной мысль, который я хотел бы вам вот рассказать на этом, в этот доклад, ну, и с учетом того, что нужно немножко ускориться. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. Спасибо большое, Станислав Владиленович. Я хочу добавить вот к моменту, когда мы Станислава Владиленовича с Аллой Александровной представляли, то, что он выпускник ИКСИ. Он закончил… Нет, высшей школы КГБ. Хорошо, да, высшей школы КГБ. Значит, однокурсник тех же людей, которые сейчас, значит, считают, что моделей оценки эквивалентного уровня надежности, которые можно было положить в основу, их не существует. Поэтому у меня вот в этой связи к вам вопрос, а также предложение к залу, значит, задать вопросы. Такой. Мы, с учетом того, что вы выпускники одного вуза, компромисс сможем найти? Ну, знаете, я на самом деле немножко, наверное, уточню. Я очень хорошо понимаю вот своих коллег из Российской Федерации, которые такие требования выдвигают. Поэтому я, в общем-то, никак не могу вот их в этом смысле, ну, сказать, что они неправы. Я, наоборот, наверное, тоже скажу, что это действительно целесообразно сделать. Вот. И делать нужно. Ну, здесь вот нужно вот, я думаю, что мы в любом случае найдем эти какие-то, ну, не то что компромиссы, мы найдем правильное решение всего этого вопроса. Более того, тоже поделюсь такой информацией. Была такая союзная программа, есть такая научная, да, между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, где, ну, определенные есть, ну, по безопасности информации, в том числе мероприятие проходит. И вот в рамках прошлой союзной программы, научно-технической программы, коллеги из ФСБ проводили оценку наших алгоритмов, стойкости и всех вот этих. И было вот на положительное заключение. Поэтому, в принципе, если вот им, наверное, можно как-то напомнить этот момент или как-то там еще раз. То есть вот с Российской Федерацией, мне, кстати, я думаю, что мы здесь найдем гораздо быстрее какие-то точки решения все это вопрос. Так что я с оптимизмом очень смотрю на это. Замечательно. Коллеги, есть ли из зала один вопрос? Да, пожалуйста. Коллеги, очень интересная тема же, терпеющая, к сожалению, большую часть содержательных аспектов мы обсуждать не можем здесь, в открытом эфире по этой теме. Но что хочу заметить. Вот сейчас был сделан акцент на отсутствии как бы признанных на, ну, по крайней мере, на нашем межгосударственном уровне криптоалгоритмов. Это не так. Существует межгосударственный стандарт, в котором алгоритм, например, шифрования. Нам хорошо известный ГОСТ-28-147, признан обоими государствами, и никто к нему претензий никаких не имеет. Но не забываем, коллеги, что алгоритм – это всего лишь некая схема, расписанная на бумаге. И все основные претензии всех регулирующих структур и соответствующих лабораторий – это вопрос качества реализации криптоалгоритмов в конкретном средстве. То есть это методика оценки реализации. И вот здесь мы вступаем на те поляны, которые очень строго берегут каждые спецслужбы, каждого государства. Это касается не только России и Беларуси, это касается всех остальных спецслужб. Я единственное хочу, тоже, может быть, как комментарий, все-таки мы защищаем информацию открытую, вообще доступную. Электронные документы – это не то, что нужно защищать, шифровать или что-то там. Ну, возможно, нужно, но определенным уровнем, какой-то гарантии всего этого. Давайте вот с этой точки зрения тоже смотреть. Потому что в Беларуси есть, на самом деле, отличие в части регулирования вопросов создания средств, крипторафической защиты информации. У нас есть один регулятор, который занимается крипторафической защитой информации, который содержит государственные секреты. Это комитет госбезопасности. Есть вот УАЦ, оперативно-аналитический центр, который занимается крипторафической защитой информации ограниченного распространения, не содержащих свиньи, отнесенных государственным секретом. И как раз-таки вот эти вот вопросы и подтверждение соответствия, и какие-то разработки требований, и использования этих средств, они отличаются, они немножко попроще, чем для госсекретов. Я вот тоже на это хотел обратить внимание. Все-таки мы занимаемся электронными документами. Но надо знать меру. Здесь вот надо как-то вот нам в этом смысле… Да, я думаю, что это был бы правильный подход. Вот. Ну и в любом случае мы готовы к взаимодействию. Мы все время об этом говорим и на площадке Евразеса, и на площадке там вот союзного государства, что если что-то нужно Российской Федерации от нас, то, пожалуйста, приходите, смотрите, проводите аудит, убеждайтесь. То есть мы готовы, мы открыты в этом смысле. Ну, с определенными допусками, конечно. Вот. Но никаких проблем не будет. Вот на этой оптимистичной ноте давайте Станислава Владиленовича поблагодарим за замечательное выступление. И пригласим последнего спикера. Да, мы выбились из регламента, но тема животрепещущая. Александр Дмитриевич Малахов, руководитель группы технического развития устаревающего центра «Газинформсервис». Тема в программе, тема на слайде. Александр, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Отлично. Ну, я на самом деле в рамках этой презентации, наверное, не буду особо растекаться мыслью под реву. И расскажу какие-то, ну, практический опыт, который был получен в результате проведения пилотных проектов по трансграничному взаимному признанию электронных подписей. Несколько слов скажу про текущие пилотные проекты. Совсем мало скажу, но очень эмоционально, почему эти проекты до сих пор пилотные. Несколько слов расскажу про задачи гармонизации трансграничных элементов. Дальше расскажу, какие задачи решали операторы ЭДО. Расскажу, какие задачи легли на нас. И кратко подведу итоги. Картиночка, которая существует, наверное, очень долго на ПКИ-форумах, наверное, очень близка многим нашим коллегам. Это типовая схема проведения наших пилотных проектов на примере Республики Беларусь. Ну, соответственно, тут вы видите все основные элементы. Это операторы электронного документа оборота, которые обеспечивают нам транспорт. Это два ДТС, которые позволяют легализовать иностранные электронные подписи. Это государственные органы власти, которые в какой-то из моментов внутри этого документа оборота получают какие-то документы из него. Ну и финальные контрагенты на стороне Российской Федерации, Республики Беларусь, которые обмениваются какими-то, опять-таки, документами. В рамках этой схемы вы тут, наверное, видите электронные товарные накладные. Это не единственный документ, которым можно обмениваться. Текущий пилотный проект. Ну, вот Дмитрий Маскалев сказал, что у нас пилот с Республики Беларусь идет с 2018 года. Вот я, честно говоря, не согласен, потому что, ну, с моей точки зрения, этот процесс очень давний, и задача гармонизации взаимоотношений ДТСов, как мне кажется, началась аж в 2014 году. Пилот с Республики Казахстан, опять-таки, полностью аналогичен, но опять-таки, как мне кажется, что он идет довольно-таки давно. Хотя, ну, наверное, Дмитрий Класс... Где я вижу вас? Свините. Нет, Дмитрия я не вижу. Дмитрий мог бы уточнить, когда точно началась вся эта история. Ну и в прошлом году начался новый пилот с Республики Армения. Там все не очень хорошо с точки зрения готовности к продуктиву, исходя из особенностей реализации ПКИ-инфраструктур. И какие проблемы возникли в рамках вот этих взаимоотношений, я чуть попозже скажу. Да, но при этом хочется отметить, что пилот и с Республикой Беларусь, и с Республикой Казахстан на текущий момент находится в очень высокой стадии готовности. И как только регулятор нам скажет, что это легально, мы готовы начинать живой обмен документами. Соответственно, почему же эти проекты, они пилотные? Ну, во-первых, есть проблема с легализацией признания иностранной электронной подписи. Ну, соответственно, как было сегодня сказано, что были определенные поправки, 63-й федеральный закон, в части легализации B2B соглашения о взаимном признании электронных подписей. К сожалению, эти поправки не прошли, но я очень надеюсь, что в каком-то виде эти вопросы будут закрыты. И вот это, как мне кажется, самый простой путь. Но при этом существует второе. Это создание международного договора между федеральными органами власти. Соответственно, этот процесс идет. Тоже хочется сказать, что он в высокой стадии готовности, но, как было уже сказано ранее, ну, может, в этом десятилетии. Очень бы хотелось. Теперь с точки зрения легализации бизнеса по проверке иностранной подписи. Соответственно, в 63-м федеральном законе есть какие-то наметки касательно службы доверия третьей стороны, там они описаны. Но у нас есть две проблемы. У нас отсутствует сертифицированный продукт и у нас отсутствует аккредитованное юридическое лицо, которое может оказывать данные услуги. Ну, надеюсь, что сертификация, как только завершится сертификация именно нашего продукта, так сразу и появится аккредитация. Очень надеюсь. Теперь давайте поговорим о тех задачах, которые были решены в рамках данных пилотных проектов. В общем случае, это задача гармонизации каких-то трансграничных элементов. В данном случае были гармонизированы законодательные акты, протоколы передачи, форматы документов, интерфейсы взаимодействия, ну и криптографические алгоритмы в каком-то виде. Вот это не наша головная боль. Вот это то, что мы не делали. Это делали операторы ЭДО и это делали органы исполнительной власти. Власти просто, не исполнительной. Операторы ЭДО обеспечили транспорт документов. Делали на себе эту особенность, неплохо справляются, все работает. Они договорились о форматах документов. И здесь, как было сказано выше, про суверенитет в рамках этих форматов. Но на самом деле эти форматы, как мне кажется, имеют статус международный, хотя немножко нарушают наш какой-то локальный суверенитет, но при этом они отлично выполняют свои задачи. Поэтому почему бы и нет. Ну и помимо этого операторы ЭДО нашли хозяйствующие субъекты, у которых есть какой-то бизнес. И они включили этих людей в рамках, в наши пилоты. И организовали реальный обмен документами. Это все сработает. Ну, с точки зрения органов власти, да, были подготовлены определенные поправки. И 63-й федеральный закон. С точки зрения признания электронных подписей. Но пока они не прошли. И, ну, то есть они стараются. Когда-нибудь это все заработает. Теперь поговорим про нашу головную боль. Это, во-первых, элементы PKI-инфраструктуры. И задача гармонизации этих элементов, она довольно интересна. Почему? Потому что, ну вот представьте, у вас есть даже не стандарт, у вас есть РФЦ. Называть стандартом их странно, это просто предложение прокомментировать мой взгляд на какую-то, в данном случае, PKI-инфраструктуру. Вот, соответственно, эти РФЦ-шки раздали там нескольким людям, развели их по разным комнатам, и через 10 лет каждый из них показал результат своего труда. И теперь, ну, еще раз, это технические специалисты, у них у каждого из них свой взгляд на то, как правильно нужно организовывать эту инфраструктуру. А теперь мы пришли к тому, что нам эту инфраструктуру нужно гармонизовать. И всякие интересные вещи, которые происходили, ну, например, очень популярная история про определение статуса действительности сертификата. И, например, в нашей стране, исходя из того, что мы используем усовершенствованные электронные подписи, это значит, что внутрь этой структуры данных мы включаем доказательства действительности сертификата на определенный момент. В республике Армении, например, так не делают. И ОСИСП-сервисы у них не используются. Используются ЦРЛки. И вот этого ЦРЛ, напомню, это файлик, внутри которого находится список отозванных сертификатов. Он у них существует в течение 10 лет. Все отозванные сертификаты в течение этих 10 лет складывались вот в эту ЦРЛ. И одно дело, когда у меня в моей инфраструктуре отсутствует, еще раз скажу, усовершенствованная электронная подпись, да и ДТС у меня нет, мне квитанции не нужно делать. Совсем другая история, когда вдруг я решил сделать усовершенствованную ИП или хотя бы собрать доказательства действительности сертификата на определенный момент времени. Ну, то есть электронная подпись автоматически становится плюс 50 мегабайт. Квитанция ДТСная тоже плюс 50 мегабайт. Я надеюсь, что в какой-то момент эволюция этой ПКИА-инфраструктуры в рамках Республики Армения дойдет до какой-то разумной сущности, но пока это вот так вот работает. Теперь про безопасность каналов связи. Хотелось сказать несколько вещей и про обеспечение так называемого эквивалентного уровня надежности, о чем мы говорили до этого. Поддержка СССР. Да, регулятор действительно требует исключить использование иностранных алгоритмов из сертифицированного продукта. Каким образом в этом случае строить СССР на РСА? Ну, для меня загадка. Да, на ГАСТЕ мы построить можем, но это нарушение цифрового суверенитета наших коллег из Беларуси или из Армении, что вообще-то не очень хорошо. Ну, опять-таки вопрос к регулятору. Как с этим жить? Дальше, после того, как случились известные события в феврале и некоторые телеграм-каналы, которые занимаются консолидацией информационных злоумышленников и публикуют вектора атак, вот в этом телеграм-канале наши сервисы оказывались два раза с промежутком в месяц. Ну и понятно, что каждый раз это заканчивалось не очень хорошо, но при этом есть в нашей стране люди, которые занимаются обеспечением защиты от DDoS-атак. И, в принципе, все было неплохо. До того момента, пока они не начали вешать капчи на автоматизированные информационные сервисы. Ну, например, на сервису CSP. Это сервис, который позволяет проверить действительность сертификата. И очень странно, когда какое-то там дистопное приложение или автоматизированная информационная система типа DTS пытается проверить действительность сертификата, и внутри ей вываливается капчи с просьбой подтвердить, что это не машина. Ну, как-то мы с этим тоже справились. Не очень быстро, пару дней это заняло. Но эта задача тоже была решена. В общем, не рекомендую вешать капчи на автоматизированные сервисы. Те выводы, которые я хотел бы сделать, они будут, видимо, в форме такого месседжа для наших органов власти и регуляторов, что, ребята, мы готовы всем этим заниматься. Ну, легализуйте это, пожалуйста. Ну, как-нибудь. Да, дальше, соответственно, подытожив, хотел сказать, что тот путь, который мы прошли, он очень непростой. И те задачи, которые были выполнены, они выполнялись с трудом. Поэтому, ну, если вы хотите позаниматься этим бизнесом, это очень круто. Я очень верю, что когда-нибудь у нас будет много DTS, но путь непростой. Спасибо. Спасибо, Александр Дмитриевич. С учетом того, что мы существенно выбились из регламента, давайте, если есть один вопрос. Хорошо. Так, ну вот, да, все… что, есть вопрос? Нет, вопросов нет, тогда… Да, есть. Последний слайд был по поводу того, что там каждая страна новый пласт проблем. Да, то есть по поводу там, ну, разницы PKI-инфраструктуры в каждой стране. На ваш взгляд, вот кто может решить задачку или как она может быть поставлена с точки зрения того, чтобы, ну, условно говоря, получить некоторый шаблон, сравнение, ну, как бы для оценки PKI-инфраструктуры, если мы заходим в новую страну, ну, или начинаем с ней договариваться. Вот каким образом эта задачка может быть поставлена и может ли она быть решена, ну, некоторым типовым образом? Ну, мне кажется, что тут решение довольно простое. Если внутри страны существуют какие-то элементы PKI-инфраструктуры, там наверняка есть соответствующие программные средства, которые позволяют, ну, что-то делать, там, банально подписать документ, проверить электронную подпись, проверить статус действительности сертификата. И при этом есть Национальный институт стандартизации, который вырабатывает тест-сьюты, которые позволяют определить корректность работы программного обеспечения. И если внутри страны программное обеспечение работает в соответствии с вот этим тест-сьютом, предоставленным НИСТом, то я бы сказал, что с высокой вероятностью у них все хорошо. Нет, смотрите, я тогда усугублю, извините, буквально секунду. Смотрите, вот задачка стоит таким образом, сегодня ее обсуждали, его коллеги из Белоруссии ее упоминали. Вот есть сейчас как бы две там дружественные страны, которые сейчас пытаются, условно говоря, определить эквивалентность ПКИ-инфраструктуры одной страны и другой. То есть понять примерно, что мы можем им доверять, у них нормально, там нормальная ПКИ-инфраструктура, их ЦП, в принципе, мы будем работать. Мы, условно говоря, начинаем выходить на третью, на четвертую страну. То есть какого рода, условно говоря, формат такого, ну не знаю, там, оценки этой ПКИ-инфраструктуры, он либо есть, если практика мировая есть, либо его надо заново делать. Если заново делать, то как должна быть поставлена задача, и кто мог ее реализовать? Окей. Ну, то есть, с моей точки зрения, наверное, это какой-нибудь опросник, внутри которого мы задаем вопрос регуляторам с точки зрения того, как у них построены какие-то элементы, и задаем вопрос производителям программного обеспечения, которые используют эту ПКИ-инфраструктуру. В рамках такого документа, ну, можно набрать там десяток, не один даже, наверное, два-три десятка вопросов и задать какие-то веса каждому из этих вопросов. После этого просуммировать вес и сказать, ну, вот, если у тебя больше такого, значит, у тебя все хорошо. Если у тебя меньше такого-то, ну, наверное, вот у тебя вопросы, с которыми ты плохо поработал, озаботься ими, пожалуйста. Спасибо. Да. Александр Ильич, большое спасибо. Поблагодарим нашего докладчика последнего. Друзья, большое спасибо за такой замечательный, большой интерес к этой теме. Практически, вот, да, все, кто пришли, все до конца, несмотря на то, что мы немножко выбились из регламента. В качестве заключения хотелось бы сказать, что, наверное, все больше и больше специалистов разных категорий, не только айтишников, не только юристов, вовлекаются в эту тему. В эту тему вовлекается бизнес, который, как известно, двигатель прогресса. Да, и поэтому мы точно это сдвинем. Хотелось бы, чтобы быстрее, надеюсь, что у нас услышат регуляторы, вот, прислушаются, и мы степ-бай-степ начнем это все в промо-переводить. Субтитры создавал DimaTorzok